В бюджет Чувашской Республики в первом полугодии поступило неналоговых доходов от управления и распоряжения государственным имуществом на сумму более 153 миллионов рублей. Это 53% от плановых показателей на год. Большая часть средства выручены от продажи квартир государственного жилищного фонда и арендная плата от использования государственного имущества и земель Чувашской Республики. Муниципальные власти обязаны наладить эффективную работу по пресечению коррупции. Пока же, и это показала недавняя проверка, не каждый район должным образом борется с угрозой национальной безопасности. В антирейтинг попал и моногород Канаш. Результаты правительственной ревизии представили на Совете по противодействию коррупции. Подробности в следующем материале. Тотальная проверка работы муниципальных администраций обнажила немало проблем. И на них местным властям указывали постоянно. Вопиющие факты выявили в Канаше. Профилактикой коррупционных преступлений в моногороде никто не занимался. На протяжении трех лет в муниципалитете не проверяли и сведения о доходах чиновников. Установлено, что нарушение закона Чувашской Республики о муниципальной службе некой Егоровой, ведущему специалисту эксперта отдела строительства администрации города Канаш в 2017 году присвоен классный чин при наличии неснятого дисциплинарного взыскания. Вообще нам непонятно, чем занимается ваш управделами. В моем понимании управделами как раз всю эту работу контролирует. В администрации города Канаш аттестации муниципальных служащих не проводил с 2008 года. Глава Республики отметил, что за эту работу руководители администрации должны нести персональный ответ. То есть выявленные нарушения должны устраняться в строгие указанные определенные сроки, где реально, объективно это можно устранить. Полное право имеете, когда конфликт интересов даже за утрату доверия уволит. Они же как муниципальные служащие обязаны знать законы, обязаны соблюдать их соответственно, когда касается злостных нарушителей. По этим замечаниям мы составили дорожную карту. И в рамках исправления все они до декабря месяца будут приведены. Некоторые сроки исполнения – август, июль. Муниципальным властям указали и на другие проблемы. Администрации районов недостаточно эффективно распоряжаются госимуществом. В 2016 году проведено 87 выездных проверок. В первом полугодии 2017 года 41 выездная проверка, по результатам которого выявлены факты нарушения использования объектов нежилого фонда третьими лицами без оформления договорных отношений. Необходимо контролировать и как используются муниципальные земли. Местные власти должны составить подробные планы проверок. В семи районах эта работа не проводится. Медрикова Лёв и Олег Якимов. Республика.